Собака проглотила кость целиком, что делать? Если собака проглотила кость целиком или заглотила слишком большой ее кусок разом, такая ситуация представляет серьезную опасность для здоровья и жизни животного. В данной статье будет рассмотрен риск, которому подвергается питомец, проглотивший кость, а также мера предотвращения такого инцидента. Инородное тело у собаки – симптомы. В большей мере опасности подвержены так называемые собаки-пылесосы, которые имеют привычку пробовать все на зуб. Они чаще всего страдают от выпадания инородных тел внутрь организма, и хозяева должны знать, что делать, если собака проглотила кость. Все псы безумно любят кости, обратите внимание. Симптомы бывают разные и зависят от того, где конкретно застрял инородный предмет. В горле, гортане, трахеи – так называемая первая стадия, случай, когда косточка застряла в горле или гортане. При этом собака может начать тяжело дышать, хрипеть. Появляются признаки удушья. Изо рта может идти кровь, если края кости были острые и порезали мягкую поверхность ротовой полости животного. При попадании кости в трахею пса появляется одышка, кашель. Дыхание становится хриплом и тяжелым. Наблюдается повышение температуры тела. Животное становится вялым, апатичным, у него пропадает аппетит. Также собака делает неестественные движения головой и челюстью. У нее появляется обильное слюноотделение, рвотные позывы или рвота. Инородное тело в кишечнике у собаки. Если при попадании кости в горло, гортане или трахею симптомы боль ярко выражены, то инородное. Тело в кишечнике заметить куда сложнее. В этом случае у животного появляются такие симптомы, как позывы к рвоте или рвота, диарея, возможно с примесью крови. Все это сопровождается сильными болями в животе, которые можно определить по сгорбленной спине собаки и нервной реакции при касании. Животное будет дергаться от руки. Обратите внимание, собака становится апатичной, вялой, у нее ухудшается или вовсе пропадает аппетит. Инородное тело в кишеводе у собаки. Главная опасность попадания инородного тела в кишевод, полная его закупорка. Это сопровождается частыми глотательными движениями, вытягиванием шеи, обильным слюнотечением. Возможно частые позывы к рвоте или рвота с желчью. У собаки может сохраниться аппетит, но она будет беспокойной и нервной. Только рентген подтвердит опасения хозяина, важно. Большую опасность представляет обезвоживание, которое может появиться как при попадании инородного тела в горло, гортань, трахею, так и в кишечник или пищевод. Важно вовремя обнаружить проблему и приступить к ее решению. Когда нужно обращаться к ветеринару. Многие собаководы не знают, что делать, если собака съела куриную кость целиком. И теряются. Но этого допускать нельзя, потому что главная задача хозяина – вовремя сориентироваться. Действительно, бывают такие случаи, когда кость прошла недалеко и вытащить ее можно самостоятельно. Не стоит надеяться на то, что инородное тело сможет перевариться и выйдет естественным путем во время очередного похода в туалет. Шансы такого исхода крайне малы и пускай ситуация на самотек, хозяин подвергает жизнь питомца опасности. К сведению, если владелец понимает, что помочь любимцу самостоятельно, он не в состоянии, необходимо срочно сходить к ветеринару. В клинике собаки точно помогут и сделают это под анестезией, так что питомец не почувствует боли, дискомфорта и страха. Нельзя надолго откладывать поход к ветеринару, потому что при попадании инородного тела в организм счет идет даже не на часы, а на минуты. Еще одной задачей хозяина является бережная транспортировка пса до клиники. Если проглоченная кость сразу не повредила внутренние органы, она может это сделать во время резких или неаккуратных движений животного. Каковы прогнозы? Часто хозяева не знают, что делать, если собака наелась куриных костей и почему-то принимают решение не делать ничего. Этого допускать ни в коем случае нельзя, потому что бездействие со стороны владельца может стоить его питомцу жизни. Внешние симптомы Вода – вялый вид Когда трубчатая куриная кость попадает внутрь собачьего организма, ее острые края повреждают стенки органов. Это приводит к воспалению пораженного участка и появлению свободного газа внутри организма. Поврежденная стенка органа больше не защищает желудок или кишечник от попадания вредоносных бактерий, поэтому они беспрепятственно проникают внутрь и вызывают бактериальную инфекцию. Это приводит к гибели питомца. Однако опасность представляет не только острые кости, как, например, куриные или рыбные без мяса. Даже косточки мягких форм, например, кость манго или сливы, могут быть смертоносными. Они не повреждают стенки внутренних органов напрямую, но приводят к закупорке сосудов, пережимают ткани. В конце концов поврежденные ткани отмирают, наступает некроз и все равно образуется разрыв. Последствия. Хозяева питомцев, которые любят все глотать, должны быть на чеку. Но повод для беспокойства есть не всегда. Бывают случаи, что проглоченная даже целиком кость в общем имела небольшие размеры. Если речь идет не о щенке, у которого пищеварение еще слабое и не сформированное, а о взрослой собачке, не имеющей проблем с желудочно. Кишечным трактом, то есть вероятность того, что кость переварится и выйдет из организма животного естественным путем. Пуская ситуацию на самотек, нужно внимательно следить за самочувствием животного. Если в течение нескольких дней пес остается активным и гривом, у него здоровый аппетит, значит поводов для беспокойства нет. Важно! Небольшая кость, имеющая неправильную форму, может застрять в глотке и вызвать души, поэтому нужно срочно обращаться к ветеринару. Когда косточка закупорилась в кишечнике и не выходит самостоятельно, также необходимо обратиться к ветеринару, потому что это может закончиться смертью животного. Как обезопасить собаку? Чтобы не задаваться вопросом, когда собака проглотила кость целиком, что делать хозяевам, следует заблаговременно предотвратить возможность проглатывания их питомцам и народного тела. Прежде всего, следует научить собаку ничего не отбирать с земли. Это важный момент в воспитании питомца, который в будущем не раз спасет и владельца, и его собаку от неприятностей. К сожалению, в современном мире некоторые люди практикуют такое занятие, как раскидывание отравы на улицах и в черте города. Делается это для уменьшения численности бездомных собак. Однако домашние собачки от такого жестокого метода страдают так же часто, как и бездомные псы. Лучше всего гулять в наморднике и научить собаку ничего не отбирать с земли – основа основ, которая должна быть заложена с детства. Еще в щенячьем возрасте следует объяснить питомцу, что не еду, ни любые иные предметы нельзя подбирать на улице самостоятельно. Брать что-либо можно только из рук или с разрешения хозяина. Однако существуют такие собаки, у которых врожденная склонность пылесосить плавину. Этому поробку подвержены некоторые породы пищевики, например, лабрадоры или дворняги, которые какое-то время жили на улице и знают, что такое голод. Таких собак невозможно научить ничего не отбирать с земли, особенно если это что-то вкусно пахнет. В этом случае, чтобы собака не имела возможности проглатывать ненужные предметы, стоит обзавестись хорошим намордником. Важно! Не рекомендуется использовать на прогулке тугой, плотно прилегающей пасти собаки намордник. Их еще называют медицинскими. Они используются ветеринарами для работы с агрессивными животными без наркоза. Основное предназначение таких намордников – не дать собаке открыть пасть. На прогулку необходимо приобрести свободный пластиковый намордник. Пес должен иметь возможность широко раскрыть пасть, чтобы дышать. Но от носа до самого пластика должно быть расстояние, чтобы собака не смогла языком слезать что-то с земли через решетку. Прогулки с псом лучше всего устраивать подальше от людей. Хозяева собак пищевиков должны знать, что делать, если собака съела куриную кость еще до того, как инцидент произошел. Поэтому стоит ознакомиться с необходимой литературой заранее. Лучше всего заблаговременно предупредить ситуацию, когда в горле питомца может застрять инородное тело.